Всем огромный привет! Безумно рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас будет парфюмерное видео. Сегодня мы с вами поговорим про ароматы от бренда Stellar. Их в линейке 4. В последнее время меня очень часто стали девочки спрашивать, что я думаю об этих ароматах, есть ли они у меня в коллекции, и вообще стоит ли их приобретать. И поэтому я решила записать отдельное видео со своим таким отзывом, сразу ответить видео всем. Потому что правда очень много запросов, и вот я решила записать такой своего рода видео ответ. Начну с того, что у меня этих ароматов в коллекции нет. Как я и сказала, в линейке их 4, у меня в коллекции их нет. Скажу в общем сразу свое впечатление, и потом уже буду по отдельности, то есть говорить про каждый. Я буду рассказывать и вставлять фотографию аромата, чтобы вы не запутались, говорить его название, и также буду подписывать название. Так, что касается моего впечатления. Как по мне, ароматы, что касается их стоимости, кстати, они стоят в районе 700 рублей. 700, 750, по-моему, как-то вот так они стоят у нас в магазине. Да, на них часто бывают скидки. Во-первых, потому что, в принципе, практически всегда они с белыми ценниками, и, соответственно, всегда на них действует скидка 20-25% в зависимости от дня красоты в магнит-косметик, либо же еще каких-либо скидок, то есть всегда действует на них скидка. И также перед Новым годом, кажется, я видела, что на них была хорошая цена, более 50%, по-моему. Ну, то есть можно приобрести их бюджетнее, чем за 700 рублей. Покупать ли их за 700 рублей больше нет, чем да. Это мое такое мнение. Я бы лично за такую стоимость их приобретать не стала. Возможно, за рублей 200-300, как раз когда они с хорошей скидкой, ну, может быть. Но, опять же, поговорим с вами дальше, я уже выскажу свое мнение по каждому. Какой стоит приобрести, а какой я бы даже не советовала по такой стоимости приобретать. Что касается их стойкости, то, ну, она, конечно, оставляет желать лучшего. Вот я, допустим, наносила на себя все эти композиции, и плюс-минус они слетали одинаково часа два, два с половиной, но от силы три. Потом уже, да, остается немного такой легкий аромат, но все-таки нет. Нормальная такая прям стойкость, это, ну, часа два. Ну, то есть стойкость не очень радует, но, опять же, это бюджетный аромат. Итак, покупать, не покупать, конечно, решать вам, но я вот благодаря этому ролику познакомилась с каждым более подробно. Я ходила в магазин, тестировала их, наносила на себя, чтобы какое-то у меня впечатление сложилось, и я поняла для себя однозначно, что я их себе в коллекцию не хочу. Итак, давайте приступим. Начнем с первого аромата, называется он Poison. Если я правильно произношу, скорее всего, это читается так. Вставлю картиночку. Аромат довольно-таки сладкий. Кстати, по поводу вообще звучания этих композиций, как по мне, так, там нет ни одного такого более-менее свежего аромата. Они все достаточно душные. Душные, приторные, такие довольно-таки сладкие. Там, по-моему, один из них только есть более полегче такой, но все равно как бы душноватый. Многие его носить не могут. Также читала отзывы, чтобы сравнить свои впечатления с впечатлениями других людей. Что касается этого поизона, он сладкий, кофейный, для меня он раскрылся, наверное, в 80%. Это Black Opium. Это Saint Laurent. Правда, он очень на него похож. Хотя, вот, в принципе, вот этот аромат, кстати, меня он зацепил, по-моему, даже больше всех. Он довольно-таки сладкий, приятный. На зиму будет отлично. И если вы любите Black Opium, то можете к нему присмотреться, потому что, правда, сходство у них огромнейшее. Поэтому, да, советую, советую присмотреться. Что касается нот этого аромата, я даже выписала ноты. В верхних нотах это апельсин, малина, маракуйя, нироли и ром. Нота сердца это горденья, жасмин. И база это амбра, древесные аккорды и ваниль. Я, честно говоря, в нем слышу именно ваниль и ром. Все. Фрукты я почему-то не ощущаю в нем, потому что, да, для меня это прям идентичный аромат Black Opium. И, в принципе, как бюджетный вариант, со скидкой, тем более приобрести, думаю, можно. Вот именно вот этот аромат. Потому что, да, он действительно схож с Black Opium. На зиму будет отлично. Если любите, то, как бы, возможно, и может он быть к месту. Следующий аромат называется Mystery. И зачитаю сразу вам ноту, и потом уже буду рассказывать. Это верхний нот аромат. Это бергамот, малина, перси. Серый аромат это кедр, розы, сандал, жасмин. И база это бензоин, бобы тонко и ваниль. Опять, видите, по самому сочетанию эта композиция уже даже по нотам довольно-таки кажется, наверное, потяжелее. Но в то же время, в принципе, ноты, как по мне, это особо-то и не меняются. Про что я вам и говорила, что, в принципе, они все четыре, за исключением одного аромата, такие прям тяжелые, сладкие, насыщенные, потому что плюс-минус у них одинаковый состав. И что я могу сказать про него? Мне он очень напомнил два аромата. Первый это La Vie Belle от Lancome, и второй это Coco Mademoiselle от Chanel. Не стала его приносить, потому что у меня версия Intense, но, в принципе, Intense тоже схожесть есть. Да, я почему-то, когда его вдохнула, только у меня прям в голове сразу Coco Mademoiselle. Не знаю. Понятно, что я сомневаюсь, что там был какой-то закос под эти ароматы. Просто это мое ощущение, мое именно, да, ощущение аромата. И все равно, когда ты вдыхаешь какой-то аромат, волей-неволей у меня в последнее время такая появляется мысль, так, на что он похож. И в голове начнешь перебирать ароматы и находить. Вот он мне, напомню, отчасти La Vie Belle и Coco Mademoiselle. Да, я понимаю, что ароматы не совсем одинаковые, но мне он именно может быть в раскрытии. Напомню, отчасти один и другой аромат. Поэтому, да, покупать, не покупать. Опять же, 50 на 50 надо его также послушать. Кстати, я бы не советовала приобретать эти ароматы вслепую, потому что это не тесто, какие-то легкие свежечки, которые можно носить и в первые меры, и как бы он вас не задушит. Нет, все-таки их я советую протестировать. Потому что знаю, что немногие любят Black Opium, как в первом варианте, с ароматом Poison. Также и во втором случае у нас, вы понимаете, да, схожесть с La Vie Belle и с Coco Mademoiselle. Ну, то есть не все могут носить эти композиции. То есть у вас уже приблизительно сейчас сложится какая-то такая картинка, что из себя представляет эта композиция. Так, перейдем к третьему. Называется он «Гипнотик». Верхние ноты у него цитрусы, смородина. Средние ноты – это у него гелиотроп, ландыш, пачули, роза, сандал, витивер. И база – это амбра, мускус, ваниль. Да, он по своим нотам уже полегче. И он мне также напомнил один аромат. Почему-то, не знаю, и когда я его прям вдохнула, у меня перед глазами вот этот аромат был. Кристина Агилера «Дизайр». Не знаю, «Роял Дизайр». Почему-то прям он мне очень его напомнил. Что-то есть схожее. За счет того, что вроде как есть какие-то намеки на цитрусы. Но при этом все равно присутствует здесь у нас ваниль. За счет этого он все равно не отстает от своих братьев предыдущих. И все равно аромат достаточно сладкий. Поначалу, когда его наносишь, он кажется более такой свежий. Но потом все-таки сладость это проявляется. И если вы знакомы с вот этим ароматом, то можете приблизительно представить, потому что, да, они похожи. Даже когда я его вдыхаю, только этот аромат для меня, он на старте, вот именно даже сейчас с крышки я его послушала, он какой-то вроде как легкий, свежий. Но когда начинаете его распылять, уже именно носить на себе, то там уже проявляются такие маршмейлки, ванилька, что-то вот такое сладенькое. Но это, конечно, не такое, как Black Opium. То есть полегче уже. Да, полегче, но все-таки не свежачок. То есть все равно аромат такой сладочно насыщий. Надеюсь, так оно у меня тут гремит. Надеюсь, вас это не будет раздражать. И теперь перейдем к четвертому аромату. Вот он для меня более свежий. Называется он Attraction. Здесь у нас в состав входит фиалка, мандарин, роза, лилия и мускус. Он сладкий тоже. В нем есть сладость. Если вы прям совсем не любите сладкий аромат, любите прям свежаки-свежаки, то он вам тоже не подойдет. Но он уже более легкий, более носибельный такой, именно если вы не любите сладость, по отношению к своим братьям. Что могу я про него сказать? Что касается вообще его пирамиды, вот фиалка, мандарин, роза, лилия, мускус. Вроде как пирамида такая достаточно уже полегче, но я, честно говоря, не слышу компонентов из этой пирамиды. Да, он действительно полегче, но в нем какая-то все равно присутствует немного липкость. И слышу я там белые цветы, да, именно бело-цветочный такой аромат. Он, конечно, не такой приторный, не такой настырный, но все равно что-то в нем такое присутствует. То есть, хоть он и полегче предыдущих ароматов, но все равно в нем присутствует небольшая такая надоедливость, не так сильно выраженная, но все-таки она есть. Вот такое вот у меня получилось впечатление об этих ароматах. Я, конечно, понимаю, что ваше мнение может не совпасть с моим. Я вот так слышу эти ароматы. Я не скажу, что они совсем ужасные, потому что бывают композиции намного хуже, нежели эти ароматы. Да, в своей ценовой политике они, возможно, и довольно-таки неплохие, но это ароматы именно для тех, кто любит сладкие, в чем-то даже приторные композиции. Если вы не относитесь к таким людям, если вам тяжело носить такие ароматы, то я вам их не советую. Но, опять же, я вам все равно рекомендую пойти в магазин и послушать самостоятельно, потому что все мы разные, все мы все ощущаем по-разному. Поэтому я для себя вывод сделала, что я в свою коллекцию их не хочу. На данный момент точно, не знаю, со временем что-то поменяется, но меня они не зацепили. Потому что все-таки немного приторно. На зиму у меня такие тяжелые ароматы есть. И приобретать, допустим, аналог Black Opium, если у меня есть оригинальный, зачем? Если, допустим, он похож на L'Aveille Bell, в принципе, я не скажу, что я такой прям фанат L'Aveille Bell. Или чаще, даже, наверное, я не фанат, наоборот, потому что я не могу долго вносить такие ароматы. И смысл брать другой аромат, который похож на Кристину Агилеру, опять же, зачем? Другой вопрос, если у вас нет этих ароматов, например, вам нравится это направление, то, в принципе, присмотреться можно. Как такой бюджетный аналог, почему бы и нет, но будьте готовы к тому, что аромат нестойкий, и вам придется его постоянно обновлять. Если вы готовы к этому, то, конечно, можете присмотреться. В общем, на этом буду заканчивать данное видео. Огромное вам спасибо за внимание. Надеюсь, я выполнила ваш запрос, ответила на вопросы, потому что, правда, запросов было много по поводу этих ароматов. И также оставляйте свои какие-то заявки, что вам еще интересно, чтобы я протестировала, высказала свои впечатления, какие-то ароматы определенные, может быть, вас интересуют. Буду очень рада выполнить ваш запрос. Огромное вам спасибо за внимание. Встретимся совсем скоро. Всем пока-пока.